что друзья всем привет продолжаем снимать видеоблоги и сегодня хочу вам показать как я буду менять шаровый наконечник на мерседесе я решил это сделать самостоятельно потому что в принципе в этом не должно быть ничего сложного единственный нюанс нужно снять колесо нужно его правильно выбить выбить этот шаровый наконечник но сейчас посмотрим как это получится потому что я раньше этого никогда не делал ну выглядит это легко я вам скажу что я вчера пытался это сделать но у меня это не получилось потому что я не знал как его правильно выбивать сейчас мне рассказали нужно молоточком там нужном месте постучать даже не нужно использовать съемник хотя я вчера поехал уже вечером хотел купить съемник для того чтобы это сделать но короче есть время немножко развлечения для самого себя позаниматься машинкой и вперед давайте посмотрим что из этого будет поехали специальная фишка которая была в мерседесе для того чтобы колесики шла в комплекте вот они эти наконечники вот смотрите видите я вчера открутил шайбу но не смог ее снять оказывается нужно сюда бить молотком и тут кто-то уже бил в принципе сюда молотком вот оно видно здесь небольшие помятинки диск у нас вообще в замечательном состоянии практически нет выработки здесь это немножко поржавило нормальная штука мерседес колодки все еще пока в отличном состоянии вот этот suspension вот этот рычаг вот этот рычаг и здесь шарнирчик шарнирчик вот этот шарнир я менял буквально полгода назад даже меньше и нужно было одновременно поменять вот эти но я тогда жаба задавила потому что вот это вот арм рука вот это да две руки с этими шарнирами они стоят 250 долларов надо было сразу все это менять ну я как бы сэкономил сейчас купил за 80 долларов два таких наконечника чтобы их просто поменять потому что я попробовал здесь все хорошо как бы втулки еще работают я думаю походят таким образом сейчас попробуем это сделать все не хочет вылазить возможно сейчас придется ехать за съемником все таки нифига не хочет сниматься короче друзья поеду я все таки за съемником потому что не получается у меня стучал я стучал оно не получается снять не выбивается и поэтому нужно ехать брать съемники как называется такую вилку она длинная с длинным плечом и нужно вставлять ее и ей вытаскивать по сути это все тут вообще у нас в наших апартаментах ремонтировать машины запрещено и я когда тут стучу тут создаю такой звук страшный когда оно все ну мы слышали только что что я вам рассказываю так что продолжение следует поеду на другой машине эта машина будет здесь стоять а я поеду съезжу и куплю дубль два или где не второй купил я все таки съемник и сейчас буду снимать буду снимать нужно все таки это добить снять эту шарову и нужно поведить ее поэтому следите дальше что будет вот такой съемник вот так это крепится давай должно получиться добавим в дешечки как оно сидит все таки плотно здесь совсем не хочет сниматься ес сделал сработало сработало о май гад я не верю это сколько я мучился выбивал выбивал она никак не выбивалась блин вот она эта хрень слышите вот оно и тарахтит когда оно болтается как ложка в стакане и вот она и тарахтит конечно фух блин получилось смотрите ого как она плотно здесь сидела это просто какой-то шок контент о май гад я просто счастлив я счастлив это сработало съемник который стоит 16 долларов с налогами он стоит 17 там с копейками о май гад я рад очень я очень рад не верю что оно снялось я думал оно вообще никогда не снимется просто никогда не снимется даже маленьким ключом с маленьким плечом спокойненько взял и открутил значит не зря я на него потратил деньги вот она эта штука о да насколько уже заржавела здесь видите прямо вообще я сорвал этот пластик а вот маленькая красивая красота вот такой результат получился красиво красиво как говорится все собрать нужно в обратном порядке говорят что они ходят сто пятьдесят тысяч наверное сто пятьдесят тысяч километров потому что машина сейчас у меня прошла почти сто тысяч миль а сто тысяч миль это как раз есть сто пятьдесят тысяч километров вот вам и плановая замена вот этих всех узлов потому что как заводом предусмотрено так он и в принципе и отходил единственную я сделал небольшую ошибку что нужно было сразу когда я менял все вот эти вот тяги то нужно было сразу поменять вот эту шаровую штуку ну хорошо у меня сейчас есть время у меня есть возможность сегодня позаниматься и вот развлекаюсь зато могу сам посмотреть насколько хорошие у меня диски и тормоза хотя есть для этого специальные датчики которые в машине показывают здесь машина очень напичкана разными датчиками по любому чиху везде все показывает поэтому очень удобно когда это все есть и это все работает мне очень нравится кстати ширина здесь колес она такая сзади еще шире класс здесь на этой машине в чем отличительная особенность что здесь с завода стоят спереди и сзади разной ширины разного размера покрышки там 18 идет радиус спереди стоит резина 245-40 ZR18 а сзади стоит другая маркировка сзади 265 то есть ширина не 245 вот это а 265 35 она уже и благодаря этому обеспечивается очень классный держак на дороге и машина очень устойчива она просто едет как по рельсам а с этой резиной вообще просто она в дождь в снег в слякоть она такая универсальная просто вообще великолепно здесь у нас в штате Вашингтон например нет таких матерых зим тут может быть там минус 5 минус 3 зимой и то несколько дней может быть где-то какая-то слякоть и вот такая резина Laofen называется очень очень крутая очень классно то есть цена качество просто супер одна покрышка стоит где-то в среднем 120 баксов ну где-то 180 где-то можно за 100 купить ну где-то 120 это оптимальная цена для нее рекомендую кстати для установки колес есть вот такой переходничок наверняка вы все знаете он вкручивается в любое из отверстий и благодаря нему можно абсолютно спокойно одевать или надевать вот так вот я просто не часто этим всем занимаюсь я автомобилист любитель и для меня эти все вещи являются такими диковинка я не знаю я сравниваю там с какими-то машинами другими у меня разные были машины там и опель омега и мазда шестерка но такого переходника в них не было поэтому не знаю если в ваших машинах есть это не сильно ругайте меня в комментариях поэтому что я редко такими вещами занимаюсь практически никогда от слова совсем но тем не менее с детства я знаю что такое разбортировать сбортировать колесо я знаю что его если его ты пробиваешь как его поменять потому что раньше например еще в советское время когда у родителей были жигули то как раз вот я с этим и сталкивался и считалось что это такое мужское занятие что ты должен в любой ситуации уметь разбортировать сбортировать колесо поменять на запаску если оно у тебя есть если нет запаски то заклеить потому что были иногда раньше были камеры если вы помните очень давно вот вот домкрат такой с пластиковой насадкой видно что им не часто пользовались но выглядит он совсем как новый после опускания дозатягиваем колесо кстати очень классные диски они мне очень нравятся они очень стильные они очень элегантные скажем так и размер их у них супер на машине они смотрятся очень эффектно но самая проблема в том что их чистить когда ты их моешь это так сложно их помыть вот здесь вот между это просто капец какой-то посмотрите такие крайне сложно когда-то отмыть ну и в общем поэтому там очень часто собирается какая-то грязь и нужно эту грязь периодически удалять все готово тест тест мужской тест ничего не болтается и это круто супер поехали теперь на другую сторону а вот в где в это очень тоже это что это как может Нужна вещь. Субтитры создавал DimaTorzok